Ремонт входной группы конференц-зала поликлиники номер два – первая часть одного из ПСР-проектов, которые реализует Росатом и ФМБА России в городах присутствия госкорпорации. Саров попал в пятерку пилотных городов, где началось совершенствование качества оказания и доступности медицинской помощи. Работы стартовали весной, и уже 30 сентября прошла торжественная церемония открытия обновленного здания. Еще весной этого года нам казалось нереальным, что в сентябре мы сможем открыть реконструированные, реорганизованные входные зоны. И вот у нас все получилось, и сегодня мы в срок открываем поликлинику. И произошло это благодаря слаженной работе, работе целой команды. ПСР-проект, который мы с вами завершили вместе с сотрудниками Российского федерального язерного центра, он завершен. И это будет способствовать тому, что наши сотрудники с большим удовольствием, с большим удобством будут ходить в поликлинику. Не только лечиться, но может быть даже, так сказать, для таких вещей, как профилактика. У нас профилактика есть и онкозаболевания, у нас есть профилактика. У нас есть артериальная гикотензия, у нас есть целая программа, связанная по ДМС. Как вы знаете, в этом году юбилей нашей клинической больницы. И что удивительно, руководителями и медицинскими работниками нашего города было выбрано метод не просто отпраздновать его, а сделать хороший подарок для пациентов, для простых горожан. И было сделано очень много работы. И действительно, теперь, я думаю, сюда обращаться будет намного приятнее, намного комфортнее. Поликлиника номер два преобразилась не только снаружи. Внутри появилась полностью обновленная зона приема пациентов. Это и открытая регистратура, и организация безбарьерной среды, стойка администратора, и расширенный гардероб. И это только те изменения, которые сразу бросаются в глаза. Важная составляющая проекта – разделение потока пациентов. Рядом с регистратурой у нас находится кабинет оказания неотложной помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Это и гипертонические кризы, и, допустим, любые боли в плеснице, боли в животе, и, в общем-то, любые соматические проявления неинфекционной природы. А больные, пациенты, обратившиеся с признаками невирусных инфекций, и любой инфекции, имеющей температуру, катаральные признаки, они будут приниматься через другой вход, где будет создан блок, инфекционный блок для пациентов именно с этой патологией. Ремонт прошел в конференц-зале на четвертом этаже. Его преобразовали в интерактивный класс. Пациенты смогут собраться на лекции, которые тут же можно будет записать с помощью специальной аппаратуры. Также планируют устраивать отсюда и телеконсультации, как групповые, так и индивидуальные. И все это лишь верхушка айсберга. В клинической больнице реализуют одновременно несколько ПЦР-проектов, которые направлены на более качественное и доступное получение медицинской помощи во всех поликлиниках. Проект, как сказать, самый, конечно, актуальный, самый важный для нас. Это будет проект непосредственно прием врача. Сейчас у нас по этому поводу есть инструменты, информационные системы, которые мы будем внедрять, надеюсь, в будущем году. Это самое главное – это освободить врача от непрофильной работы. Все его внимание должно быть посвящено пациенту. Все бумажная работа, все, что не связано непосредственно с лечением пациента, нужно у врача забирать. Часть ПЦР-проектов уже реализована и отмечена на высоком уровне. Например, проект «Направление на плановую госпитализацию», запущенный в первой поликлинике, стал финалистом всероссийского конкурса «Внедрение лучших практик бережливого производства» в медицинских организациях. У нас все получилось. Я уверен, что люди по достоинству оценят наши усилия. И надеюсь, что в будущем у нас еще будет много больших и интересных проектов.